всем привет вы на канале industrial tool сегодня у нас на обзоре будет аккумуляторный фен makita модель dhg 182 zk комплектация идет без аккумуляторов и зарядного устройства но в кейсе давайте вскроем кейс получается у нас полупустой но есть также комплектация с одним зарядным устройством и одним аккумулятором 5 ампер часа как заявляет производитель здесь сразу же на этикетке это указано у фена 550 градусов или по фаренгейту 1022 это 120 и 200 литров в минуту объем воздуха при использовании 6 амперного аккумулятора и максимальном режиме 550 градусов будет работать 21 минуту можно изменять мощность и также имеется подсветка сделан в китае внизу есть наклейка и вот здесь есть наклейка ящик артикул ящика видите на экране как я и говорил сюда можно докомплектовать зарядное аккумуляторы и даже сюда в месяце 3 аккумулятор под вилку тут что-то место как-то вот сюда она вроде ходит нормально да все закрывается и уже где-то минут на 45 работы вам хватит если все три аккумулятора заряжены но я не знаю насколько пятерки хватает стандартной комплектации идет 4 насадки но всего официально существует таких насадок 6 и плюс еще различные скрипки ролик в кейсе внутри лежит сертификат соответствия и инструкция по эксплуатации на разных языках сразу на две модели 180 и 181 потому что принципе эти модели почти одинаковые они отличаются лишь тем что на 180 не регулируется поток воздуха и также на 180 нет вот этого регулировочного колеса то есть он все время работает в максимальном режиме 550 градусов ну и давайте рассмотрим фен поближе на передней части у нас указано как наклейкой так и дублируются вылета на пластике что в этом место горячее нужно быть аккуратным сюда у нас устанавливаются насадки просто обычным образом вот так когда мы ее на эту данную насадку хотим снять просто поворачиваем и она соскакивает опять же нужно понимать что насадка будет горячей после работы и стоит уделить внимание тому куда она будет падать чтобы она вам не расплавила там линолеум пол стол и так далее на правой стороне фена у нас этикетка где указана модель опять же те же характеристики сделано в китае и рекомендованный аккумулятор это написано bl1850 хотя в инструкции указаны что он может работать абсолютно со всеми аккумуляторами даже с полторашки на левой стороне у нас надпись makita здесь выключатель который имеет защиту чтобы вы нечаянно не нажали то есть здесь нужно сначала язычок вот этот повернуть и только потом нажимать также можно зафиксировать и к примеру если у нас будет аккумулятор поставить его и работать двумя руками стоять он будет на аккумуляторе также существует защита от преднамеренного включения то есть если мы сейчас в включенном состоянии подключаем аккумулятор аккумулятор у нас заряженный ничего не происходит но помимо того что ничего не происходит на некоторых инструментах makita индикатор начинает мигать и показывать об ошибке здесь никаких индикаторов нет внизу у нас как видите имеется подсветка то есть при включении включается подсветка есть два режима вентилятора мощность вентилятора медленный 120 литров в минуту потом объем воздуха выдает и быстрый 200 литров в минуту на задней части у нас имеется регулировка температуры на первом режиме это 0 градусов первый режим необходим для остывания фена то есть если вы хотите отправить фен на хранение в чемодан для начала его нужно остудить то есть включить первый режим и включить фен поставить его и пусть он остывает каждый последующие режиме будут прибавляться по 150 градусов но начиная со 150 то есть второй режим это 150 градусов 3 250 4 350 5 450 и 6 это 550 градусов еще на задней части имеется вот такая подвеска крючок так называемый его можно откинуть нажавут на эту кнопку и вешать куда угодно ну так же можно прицепить сюда какое-нибудь крепление назад зачелкивается просто на нижней части у нас колодка для аккумулятора и модель серийным номером принципе внешний вид осмотрели давайте его разбирать для начала откручиваем 8 винтов 2 и 9 на 16 1 2 3 4 5 6 7 8 открутили и снимаем крышку правая часть корпуса выглядит вот таким образом и как всегда у макиты при заказе какой-то половинки корпуса всегда приходит по два штуки то есть и правая и левая входит в один артикул далее снимаем переключатель и листовую пружину листовая пружина теперь снимаем переднюю крышку передняя крышка зацепляется за вот эти крючочки и разбирается но на схеме эта запчасть как идет как единое целое но его можно разобрать что мы сейчас и сделаем здесь идет два самореза артикулов на них нет вот такая часть и пластиковая это все одна деталь далее снимаем заднюю крышку снимаем выключатель здесь стоит пружина и сам триггерные переключатели в сборе данная деталь продается вот в таком виде но она тоже разбирается откручиваем два самореза и снимаем кнопочка внутри пружинка здесь вот такая кнопка и держатель кнопки от задней крышки можно открутить плату прикручены они на три самореза так таким образом снимается и вот так выглядит задняя крышка также разбирается для этого здесь нужно снять стопорное кольцо вот здесь сделать это довольно непросто но можно нужно просто подцепить там есть зацепочка небольшая я думаю поставить будет сложнее вот оно колечко даже погнулось немножко и вытаскиваем крючок для того чтобы разобрать далее внутреннюю часть здесь нужно отщелкнуть вот в этом месте и можно доставать извлекаем пружину вот эту крышку здесь спонжик на клеен еще одна пружина кнопка колесо регулировки и задняя крышка кстати вон видно шестой месяц двадцать третий год далее откручиваем вот эту блокировочную кнопку открутили два винта самореза точнее достаем этот пластиковый корпус пружину и сам выключатель теперь можно извлечь остальные внутренности здесь остается левая часть корпуса на корпус четвертый месяц двадцать третий год для того чтобы снять двигатель здесь в двух местах нужно отщелкнуть защелочки вот так раз вот так вот так вот так вот так других 2 3 здесь все все здесь в آ соединили внутри вот такой маленький двигатель припаянный и крыльчатка а вот тэн уже идет в комплекте с платой и вот с этой платой из выключателя выключать идет обычный микрик тэн керамический стена можно кстати открутить переднюю часть но мы там ничего не увидим там просто будет керамика плата выглядит вот таким образом клеммная колодка здесь припаяна и не меняется ее нужно будет выпаивать ну вот в принципе и все собираем обратно для того чтобы собрать обратно подсоединяем двигатель подсоединили укладываем корпус подсветку колодку выключатель проводочки теперь собираем заднюю часть колесо потом кнопочку фиксации пружины наоборот у так пружинку сюда теперь все это закрываем закрыли теперь нам нужно вот это стопорное колечко надеть вот вот сюда вот вот в этом окошечке маленьком сделать это непросто поэтому и сюда еще потом нужно будет ставить вот эту пружину пружины и сразу вставлять не стал сначала в день им таким образом берем пинцет цепляемся стопорное подводим сюда это место куда она должна вставиться устанавливаем и теперь чем-нибудь не знаю даже чем нужно нажать по моему делась до кольцо зафиксировали все нормально но его одевать можно в любом месте кстати она пролазит все кольцо он деле крючок не выпадает сюда фиксируем пружину пробуем зафиксировать все работает собираем далее прикручиваем плату плату мы не крутили у нас она как я помню было в шестом положении так да это видно то есть перед началом желательно запомнить в каком положении была плата надели и закручиваем три винтика задняя крышка готова можно установить на место пробуем Сначала сюда надо удеть. Все, вот таким образом фиксируем заднюю часть. Теперь собираем кнопку фиксации. Смотрим, как она была. Ее можно тоже только одной стороной поставить. Вот так. Кружинку. Закручиваем два самореза. Закрутили. Собираем эту кнопку. Внутрь пружинка. Сюда кнопочка. Сюда крышечка. И фиксируем двумя винтами самонарезными. Готово. Далее. Берем пружину. Вставляем ее вот сюда. И здесь есть вон такая ответная пимпочка. Вот сюда. Вот сюда. Все. Проверяем. Все нажимается. Все работает. Далее. Собираем переднюю крышку. Любой стороной. Не важно. Фиксируем. Вставляем точнее. И фиксируем на два самонарезных винта. Готово. Ставим вот так. Собираем сначала верх ногами. Два надели. Крутим. Все. Готово. Теперь берем листовую пружину. Вставляем вот сюда. И переключатель. И переключатель. Сначала можно переключатель вставить. А потом уже листовую пружину будет проще. Все. Вставили. Смотрим, чтобы все у нас было уложено. Нигде провода не торчали, не мешали. Все у нас посмотрели нормально. Закрываем. Так. Так. Хорошо. 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 все убедились что все закрылась плотненько ничто нигде не мешает и закручиваем 8 винтов собрали и проверяем эта система работает включаем работает скорость работает первый режим холодный пошел горячий воздух крючок работает принципе на этом все кому понравилось данное видео подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем пока коммен not